Осень 1990 года. Вторая сессия Верховного Совета Кыргызстана. Который день в этом зале кипят страсти, связанные с избранием президента республики. У правительственного здания, где проходила работа сессии, представители неформальных объединений объявили голодовку в знак протеста против засилия, по их мнению, на всех уровнях власти функционеров, отвергнутого временем коммунистического режима. Они также выдвинули требования отставки руководства республики, немедленного обнародования правды о божских событиях, наказания виновных. Идет пятый год перестройки. Но обретенные в связи с перестройкой свобода, гласность, демократия, не дали людям того, чего они ожидали. Люди устали от бешеного темпа инфляции, разгула спекуляций, коррупции, экономических преступлений, беспредела уголовщины. Развал СССР, появление на мутной волне национализма, безответственных политиков с их популистскими провокационными лозунгами вызвали то там, то здесь кровавые вспышки межнациональных конфликтов. Семена раздора прорастают и на кыргызской земле. В резню и погрома валился конфликт между кыргызским и узбекским населением в Оржской области. Минутой молчания почтили депутаты память погибших в те черные июньские дни. Естественно, Оржские события сказались и на характере сессии. С первых минут ее работы во всем чувствовалась крайне накаленная обстановка. Депутаты резко критиковали партийные руководства республики, позиции правительства, бездеятельность, неповоротливость самого парламента, вся энергия которого уходит на словопрение и взаимные претензии. Даже повестка сессии была принята большинством голосов лишь после долгих изнурительных дебатов. Затем депутаты приступили ко второму вопросу – выборам президента. Обсуждение вопроса проходило чрезвычайно активно. Высказывались совершенно различные точки зрения, и прийти к какому-то общему мнению не удалось. Тогда было принято решение вернуться к этому вопросу в конце сессии. В тот же день началось обсуждение одного из основных пунктов повестки дня. С докладом о программе по стабилизации народного хозяйства Киргизской ССР и переходе к рыночной экономике выступил председатель Совета Министров Республики Апас Джумагулов. Работа сессии шла в по-прежнему накаленной обстановке. Вверх явно брали эмоции, личные амбиции депутатов, хотя и говорилось о безотлагательных задачах по экономической и политической стабилизации, по укреплению законности и правопорядка в обществе. Но в конце четвертого дня работы сессии депутаты вновь вернулись к вопросу о президентстве и выдвижении кандидатов на этот пост. Среди них были выдвинуты Масалиев, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, председатель Президиума Верховного Совета Республики, и Аманбаев, первый секретарь из Сыкульского обкома партии. При обсуждении этих кандидатур вновь зазвучали острые критические выступления. В результате тайного голосования, которое прошло в два этапа, ни один из претендентов не набрал нужного количества голосов, и они выбыли из дальнейшего предвыборного марафона. Вопрос о президентстве вновь зашел в тупик. Поэтому депутаты, опять отложив вопрос о выборе президента на конец сессии, перешли к обсуждению других проблем. Однако и в последующие дни в работе сессии возникали кризисные ситуации. Депутаты переходили на непарламентские методы дискуссии, были и взаимные обвинения, и личные выпады. Затем сессия вновь вернулась к выборам президента. Взятый тайм-аут дал свои результаты. Было выдвинуто 14 кандидатов. Впрочем, кандидаты Тюменбаева, Койчуев, Баякова, Шеремкулов и Осеинов выразили благодарность за оказанное доверие и тут же заявили самоотвод. А кандидаты Исанов, Акаев, Дюшеев, Облесов, Уралиев и Осмонов, выступив с изложением своих программ, продолжили борьбу за президентский пост. Сессия принимает решение не обсуждать поименно выдвинутые кандидатуры, а для упрощения процедуры включить всех шестерых в бюллетени для тайного голосования. Поздно вечером стали известны результаты тайного голосования, которые прошли в два этапа. Совершенно неожиданно для большинства партийных функционеров и других деятелей, привыкших видеть себя в коридорах власти, первым президентом Кыргызской ССР стал Аскар Акаев. Фигура совершенно новая на политическом небосклоне республики. Ученый-физик. Аскар Акаев родился в 1944 году в селе Козылбайрак Кеминского района. Самый старший из пяти братьев в семье Акаевых погиб в Великую Отечественную войну. С 1968 года, после окончания Ленинградского института точной механики и оптики, Акаев работает в этом институте сначала старшим лаборантом, аспирантом, научным сотрудником. В 1976 году Акаев возвращается на родину, начинает работать старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой Фрунзенского политехнического института. В 1989 году он избирается президентом Академии наук Кыргызской ССР. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Клятва президента. АПЛОДИСМЕНТЫ Торжественно клянусь верно служить народу нашей республики, строго следовать конституции Кыргызской ССР, гарантировать права и обязанности, свободы граждан республики всех национальностей, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Кыргызской ССР. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ ДЕПУТАТ РОГОЖИН Когда произошло голосование, он победил. И вы знаете, все коммунисты голосовали за него, потому что в конечном счете должна победить демократия. Я считаю, что президент должен в первую очередь быть человек с большой буквы. Он должен быть как бы вне партии, должен защищать интересы того народа, который его выдвинул на эту должность. Говорит депутат Табалдиев. Честно говоря, у меня были некоторые сомнения по кондитуре Оскар Акаевича. Мне казалось, что у Оскар Акаевича в его биографии недостаточно велик. Опыт хозяйственного руководства не был уверен, что у него есть достаточный политический опыт. Говорит депутат Джекшин Кулов. Ну, что касается нашего первого президента, вот я как представитель молодежи очень рад такому выбору, потому что он единственный из претендентов, который говорил о молодежи. То есть он думает, из этого я сделал, что он думает, он думает о завтрашнем дне нашей республики, потому что в основном у нас в республике, как вы знаете, из трудового населения процент 30-40 это молодежь. И я думаю, что молодежь за ним пойдет. И на мой взгляд, что выбор правильный. Интервью первого президента Кыргызстана Оскара Акаева. ГОЛОДИКС. Продолжение следует... Прежде всего, мне хочется искренне поблагодарить киргизский народ, который воспитал, вырастил и привел к этому дню и часу. Теперь о главном. Для того, чтобы нашей республике уйти из сегодняшнего кризиса, нам нужно решить три задачи. Во-первых, мир нашей республики. Во-вторых, согласие и единство. И в-третьих, добросовестный труд каждого гражданина республики во имя благополучия и процветания. В связи с этим хочу обратиться к своему народу с призывом к миру и единству, потому что наша сила в единстве. В последнее время киргизы стали разделяться на северян и южан. В нашей работе и жизни не изжито землячество, родство. Я призываю свой народ прекратить и сжить все негативные явления. И если мы искореним эти недостатки, то любая задача, любая работа, любые проблемы разрешатся. Именно сейчас мы должны вернуть былую дружбу и согласие между нациями, проживающими в нашей республике. Вместе жить и работать во взаимопонимании и согласии. И только тогда мы сможем приступить к разрешению политических, социальных проблем, стоящих перед республикой. И последнее. Хочется сказать, я приложу все свои знания и силы, чтобы оправдать доверие своего народа, а также демократического парламента во имя процветания нашей республики. В тот же вечер Акаев встретился с пикетчиками. Предметом разговора были прежде всего выдвинутые ими требования. После этой встречи пикетчики в знак поддержки президента Акаева прекратили голодовку. С первых дней своего избрания Акаев концентрирует внимание республики на главных задачах. Дальнейшая демократизация, гарантия свобод и прав граждан, переход к рыночной экономике. Упрочение межнационального согласия гражданского мира. Одним из первых шагов по восстановлению всесторонних связей с соседними республиками был визит Акаева в братский Казахстан. Мощные корни братства между кыргызами и казахами уходят вглубь веков. Их издревле объединяла не только география, но и общий язык и обычаи, радости и печали, единые судьбы. Духовная связь особенно наглядно проявлялась на переломных этапах развития кыргызского и казахского народов. И сегодня главы двух центрально-азиатских государств закрепили в документах обоюдное стремление своих народов жить в сотрудничестве, взаимопонимании и взаимопомощи. Еще свежи в памяти кровавые Ожские события. Еще не зажили раны обид и взаимных претензий. Но кыргызам и узбекам, прожившим вместе на этой земле не одну сотню лет, нужно пахать и сеять, растить и строить, чтобы продолжалась человеческая жизнь без боязни и злобы, в дружбе и добрососедстве. И потому встреча президента Узбекистана Ислама Каримова и президента Кыргызстана Оскара Акаева на опаленной Ожской земле была одним из первых знаменательных шагов по урегулированию конфликта между узбекским и кыргызским населением. Да, видимо, местом подписания договорных документов между Узбекистаном и Кыргызстаном для того и был выбран Ож, чтобы люди обрели надежду на будущее, чтобы поверили, полю раздора больше не быть. И еще одно знаменательное событие. Ровно через 10 дней после вступления в должность президента России Борис Ельцин вместе с возглавляемой им государственной делегацией Российской Федерации прибыл в республику Кыргызстан для подписания первого в истории двух республик договора об основах межгосударственных отношений. Трудно переоценить значение этого визита для судеб Кыргызстана и России. Их испытанные многими радостями и невзгодами историческое тяготение друг к другу вступает в эти дни в свой новый этап. Этап дружбы и сотрудничества независимых, равноправных стран, ставших на путь демократических и социальных преобразований. 19 августа 1991 года. В историю бывшего союза эта дата вошла под названием День Пучча. Попытка военного переворота. Именно так определили журналисты заговор гагачепистов. День стал началом окончательного развала огромной страны. Президент Акаев решительно выступил с обращением к народу Кыргызстана, призвав поддержать законность, суверенитет республики, а значит противодействовать распоряжению путчистов. Чонташ. Десятилетие это горное урочище в окрестностях Бишкека хранило свою страшную тайну. Здесь, в ноябрьские праздники 1938 года, были расстреляны и брошены в шахтную печь ни в чем не повинные 138 человек. И прежде всего, виднейшие деятели молодой Кыргызской республики тех лет. Цвет нации. Склоняя головы перед их памятью, сказал президент Акаев, на открытии мемориального комплекса Атабиит в августовские дни 1991 года, мы уверенно заявляем о своей твердой решимости очистить нашу жизнь от беззакония и насилия. Еще один шаг в прошлое. На главной площади Бишкека, где столько лет звучали призывы в честь дружбы народов и интернационализма, активисты партии национального возрождения САВА проводят стартовый митинг пешего перехода из Бишкека в Каракол. Акция посвящена 75-летней годовщине восстания 1916 года, жестоко подавленного Российской империей. Она и ныне отбрасывает тень на межнациональные отношения. Это трагедия, и об этом, конечно же, надо помнить. Тем более сейчас. Август 1991 года стал знаменательным и тем, что на очередной сессии Верховного Совета Кыргызстана, состоявшейся 31 августа 1991 года, было объявлено, что Республика Кыргызстан становится независимой, суверенной, демократической и светской республикой. Республика впервые празднует день своей независимости. В хаосе геополитических обломков на смену рухнувшей вертикали командно-административной системы новые лидеры ищут выходы из кризиса в связях по горизонтали, напрямую, в договорных обязательствах уже суверенных и равноправных партнеров. Уроки времени Жить в мире и согласии Быть подлинно независимым значит признавать зависимость друг от друга, сознавать справедливость житейской формулы человеческого сообщества. Все мы в одной лодке. Именно на признании этой истины строится здоровое партнерство и коммерческий успех. Только тесное сотрудничество, прямые связи помогут преодолеть общеполитический и хозяйственный кризис. В те дни началась кампания по подготовке всенародных выборов президента Кыргызской республики. В исходе выборов вряд ли кто сомневался. Серьезной альтернативы попросту не было. В Солюкте Акаев надел шахтерскую робу, спустился в забой, пытаясь примерить на себя шахтерскую жизнь. На строительстве Нарынского каскада Акаев присутствовал при очередном перекрытии Нарына. Вот так бы, легко и перейти из прошлого в будущее, из прежней страны в обновленную, что так и не удалось осуществить другому президенту, главному вдохновителю и организатору перестройки. Многих озадачил этот визит Горбачева накануне явного ухода с политической сцены. Зачем? Однако задавать такие вопросы гостю не в традиции нашего народа. И Кыргызстан встретил Горбачева, как и положено, достойно. Историей давать оценку деяниям этого реформатора века, чья личная драма слилась с трагедией огромной страны. Занимать пост президента, уходящего в прошлое СССР, Горбачеву оставалось ровно 33 дня. Декабрь этого трудного года ознаменовался еще одним событием, имевшим далеко идущие последствия. Совершенно неожиданным, тем более в такое и без того сложное время, явилось для многих республик решение лидеров России, Украины, Белоруссии о создании союза трех славянских республик. Так совпало, именно в эти дни был приведен к присяге впервые всенародно избранный президент Кыргызстана Оскар Акаев. «Будь в любом деле беспристрастен и справедлив. Будь способен разделить волосок вдоль, чтобы породнились свой и чужой», напутствовал президента патриарх кыргызской литературы Тугельбай Седыкбеков. Звездный час. Мгновение торжества, а передышки нет. Надо уже сегодня определиться в отношении к Беловежскому Триумвирату. Завтра лететь навстречу глав государств Средней Азии и Казахстана. Еще через четыре дня в Бишкек прибыл госсекретарь США Джеймс Бейкер. Приезд политика такого ранга в Кыргызстан приветствовал госсекретаря президента Акаев особый момент в истории республики. Он означает начало диалога с ведущей сверхдержавой западного мира. В ответном слове Джеймс Бейкер отметил значимость курса президента Акаева на демократизацию и реформы. Важность этого курса для позитивного развития событий во всем среднеазиатском регионе. Страна, все чаще называвшаяся бывшей, ждала в эти дни алматинской встречи глав республик бывшего СССР. С образованием Содружества Независимых Государств декларация, подписанная 21 декабря, поставила точку. Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование. Делегация из Кыргызстана, прибывшая в США во главе с Акаевым, приняла участие в проведении Дней Кыргызской Республики в Организации Объединенных Наций. Это способствовало знакомству мировой общественности с Республикой Кыргызстан, формированию в общественном сознании ее имиджа как государства, идущего по демократическому пути развития. Центральным событием была встреча Акаева с президентом США Джорджем Бушем. Сам по себе этот факт имеет для Кыргызстана исключительное значение в смысле ее признания как суверенного, независимого государства. Воистину, год 1991 был необычайно богат на знаменательные события. В декабре сложил с себя полномочия президент СССР Михаил Горбачев. Еще вчера руководители союзных республик встречали друг друга хлебом с солью, а теперь строго по протоколу, как и положено встречать главу иностранного государства. Делегация Республики Кыргызстан прибыла в Минск для подписания двусторонних отношений с Республикой Беларусь. Но это лишь один самый предсказуемый пункт программы пребывания в Минске. Главной же целью визита была встреча, которая должна была дать ответ. Быть такому геополитическому образованию, как СНГ, или не быть? Президенты решали этот вопрос за закрытой дверью. Пресса видит их только издали. Ясно одно, что переговоры идут трудно. Слишком много мин замедленного действия оставлено под хрупким бетоном монолитного единства. Слишком мало парадные интерьеры правительственных офисов имеют общего с реальной обстановкой на тех невообразимых пространствах, которые мы еще называем нашей родиной. Так уходил 1991 год. Что ж, даже подписанные соглашения вряд ли решат окончательно за будущее. Свобода личности, развитие демократии, уважение прав человека и эти принципы, заложенные в знаменитой декларации Томаса Джефферсона, близки сегодня и народу Кыргызстана, который строит новое демократическое государство. Именно Соединенные Штаты Америки, где был создан этот общечеловеческий документ, были первой страной дальнего зарубежья, увидевшей в Кыргызстане ростки демократии и были первой страной западного мира, признавшей независимый Кыргызстан. А вскоре и первый посол Соединенных Штатов Америки, господин Хервитс, вручил Акаеву верительную грамоту. Говорит посол США в Кыргызской Республике господин Хервитс. Позвольте отметить, что у Соединенных Штатов во всем мире 162 посольства. Что же касается Республики Кыргызстан, то мы осознали, что было бы в наших интересах открыть посольство, поскольку ваше государство начало решительное продвижение к демократии и к экономическим реформам. Кыргызстан это маленькое государство, которому, конечно, еще далеко до экономического процветания. Однако даже такие маленькие страны, как, например, Люксембург, Нидерланды, Дания, Исландия, играют важную роль на мировой арене благодаря тому, что они явили пример в области демократии, правчего века и справедливости. Я считаю, что Кыргызстан может играть такую роль в Центральной Азии. За словом дело. Первый самолет из США с грузом гуманитарной помощи. По договоренности она будет направлена в детские больницы, в дома престарелых и в дошкольные учреждения отдаленных районов. Она же напомнила, что свои проблемы надо решать самим. Никакой добрый дядя, даже дядя Сэм, за нас этого не сделает. Знаменательный факт. С первых дней независимости президент Акаев стал получать приглашение глав государств посетить их страны. Один из первых визитов Акаев нанес в Турецкую республику. В аэропорту Осенбоа президенты двух государств сделали заявление для иностранных и турецких журналистов о взаимных интересах в области экономики, культуры и образования. А на следующий день в президентском дворце началось подписание двустороннего договора об установлении экономических культурных связей. Субтитры создавал DimaTorzok Договор подписали с турецкой стороны президент Тургут Озал с кыргызской стороны президент Аскар Акаев Взяв курс на экономическую реформу президент Акаев старается во-первых привлечь внимание ведущих западных и восточных стран международных финансовых организаций к Кыргызстану без помощи которых республика не сможет выйти из кризиса президент также способствует созданию мощной правовой базы для деятельности современных предприятий инвесторов не исключено что в недалеком будущем разработку своих глубинных месторождений нефти Кыргызстан будет осуществлять с помощью кувейтской технологии о возможных поставках этого оборудования шла речь на встрече Акаева с делегацией кувейта во главе с министром финансов Насером Арраданом и конечно на первых порах отсутствие у Акаева опыта взаимоотношений с зарубежными странами компенсировалось восточным менталитетом вести переговоры мягко тактично терпеливо что присуще к Кыргызам как и большинству народов Востока именно эти черты проявил первый президент республики Кыргызстан Аскар Акаев в начале своего пути выдвинувший принцип взаимоотношений с зарубежными странами на основе мирного сосуществования и сотрудничества на которых будет основываться внешнеполитическая концепция Кыргызстана визит в Кыргызстан чрезвычайного и полномочного посла Японии в России господина Идамуры и большой группы представителей крупнейших торговых и промышленных корпораций страны восходящего солнца стал возможным благодаря хорошим личным отношениям сложившимся между президентом Акаевым и господином Эдамуро во время встречи господин Эдамуро сказал наш приезд это не только визит вежливости но и стремление расширить укрепить сотрудничество между Японией и Кыргызстаном 5 марта 1992 года в Бишкеке над домом правительства был спущен флаг Кыргызской ССР Я обращаюсь ко всем кыргызстанцам сказал на церемонии поднятия нового государственного флага республики Кыргызстан Аскар Акаев отложите в сторону свои разногласия примите участие в строительстве нового общества с энергией и энтузиазмом которых наш народ заслуживает перед нами действительно виден свет надежды первые шаги Кыргызстана в притворении экономических реформ не остаются незамеченными зарубежными странами которые пожелали установить дружеские взаимовыгодные дипломатические отношения с нашей республикой во время первого официального визита в Кыргызстан премьер-министра Турции Сулеймана Демиреля было открыто посольство Турции накануне другого важного события визита в китайскую народную республику государственной делегацией Кыргызстана во главе с президентом республики Акаевом в Бишкеке было открыто посольство Китая на церемонии открытия посольства России в Бишкеке говорилось что Россия помнит как руководство республики Кыргызстан поддержало во время августовского путча законное правительство Ельцина оставаясь открытым для западных и заокеанских стран Кыргызстан придает немаловажное значение и отношениям с Японией Турцией Китаем в целом с азиатскими странами независимо от их ориентации и эти отношения как с Россией так и странами Востока ни в коем случае нельзя рассматривать направленными против чьих как бы то ни было интересов они есть не проявление конфронтации или политики блоков но напротив есть политика сотрудничества во имя общего мира 10 июля 1992 года президент России Ельцин и президент Кыргызстана Акаев подписали договор о межгосударственных отношениях своих стран этот договор отличается от ранее заключенного максимальной приближенностью к международным правовым и юридическим нормам он открывает новые горизонты всесторонних отношений между братскими государствами отвечает чаянием и интересам двух народов Кыргызстан начал пробивать свое окно в мир не имея дипломатических наработок практически с нуля а ведь чтобы стать полноправным членом мирового сообщества чтобы иметь свое лицо Кыргызстану нужна своя стратегическая защита национальных интересов создание не только внутренних но и внешних условий для гражданского общества в комплексе решая вопросы взаимоотношений с ближним и дальним зарубежьем с международными организациями учитывая опыт коллективного разума мирового сообщества отраженный в нормах международного права без чего невозможны цивилизованные отношения с другими государствами конечно все это лишь первые шаги но и за это короткое время Кыргызстан признали многие ведущие страны и желают установить взаимовыгодные отношения вместо вежливого внимания пришла заинтересованность импонировало умение молодого руководителя такого маленького государства подать в хорошем свете республику которую он представляет получение льготных долгосрочных кредитов современных технологий частных инвестиций различные виды гуманитарной помощи учеба и стажировка в развитых странах наших специалистов вот лишь некоторые плоды поездок в зарубежные страны нашего президента Оскара Акаева это конечно же объясняется в первую очередь высоким авторитетом и активностью президента Кыргызской республики Оскара Акаева благодаря этому уже сегодня Кыргызстан является членом организации объединенных наций СБСЕ Международного банка Исламского банка содействия а также других международных организаций насколько это важно для молодого еще не окрепшего государства с особой наглядностью проявилась во время стихийных бедствий не раз за это время обрушившихся на горную республику Субтитры создавал DimaTorzok 19 августа 1992 года землетрясение в районе Сусамырского хребта силой около 9 баллов вызвало в селах Токтагульского и Сусамырского районов массовые разрушения жилья с многочисленными человеческими жертвами в горе в горе и радости президент должен быть со своим народом слова утешения и поддержки в минуты страдания всегда облегчали горе человека и конечно помощь пришла отовсюду из ближнего и дальнего зарубежья по первому сигналу бедствия по велению сердца среди гуманитарных акций мирового сообщества выделяется акция программы реконструкции организации объединенных наций в результате чего в селе Учтирек появилась эта современная школа оснащенная самым современным учебным оборудованием именно такая помощь конкретная своевременная помогла республике не только выстоять но и не потерять силы духа в минуты тяжелейших испытаний разве не об этом свидетельствует все-таки состоявшиеся в эти августовские дни 1992 года первый всемирный Курултай Кыргызов в котором его инициаторы и в первую очередь президент Акаев увидели не только акт самоосознания нации но и практический шаг по строению открытого демократического общества вместе с тем национальный посыл Тунгуч Курултая так или иначе стал побудительным моментом для другого важного события созыва съезда или как назвали сами устроители этого мероприятия Курултая народа Кыргызстана на этот Курултай собрались представители всех этносов Кыргызстана на пленарном заседании состоявшемся в большом зале государственной филармонии выступил президент Аскар Акаев демократия кончается там где начинается деление людей на коренных и некоренных жителей республики этот тезис президента Акаева получил поддержку и развитие во всех выступлениях делегатов Курултая в их общем мнении о том что межнациональное согласие это есть первые и непременные условия того быть или не быть демократическому государству Кыргызстан было принято обращение Курултая декларации единства мира и согласия между народами Кыргызстана а также другие документы которые должны содействовать консолидации общества многонационального Кыргызстана с положения декларации единства получили свое дальнейшее развитие на форуме русские в Кыргызстане организованном руководством республики в рамках программы Кыргызстан наш общий дом его пленарное заседание состоялось в Кыргызско-российском славянском университете глубоко аргументированно с предельно искренним докладом выступил президент Атакаев в своем докладе он расставил все точки над И не побоявшись назвать некоторые негативные явления своими именами в заключении он сказал что подлинному расцвету нации может способствовать не националистический подход к проблеме не утопическое истребление к созданию мононационального государства а открытость общества его истинно демократическое устройство только при этом условии люди вновь обретут уверенность в завтрашнем дне а с нею и способность к созидательному труду на общее благо несомненно именно такая политика руководства республики в немалой степени способствовала тому очевидному факту что несмотря на многие недостатки и ошибки Кыргызстан сумел в условиях гражданского мира и межнационального согласия пройти за эти годы через хаотическую фазу переходного периода и вступил в фазу стабилизации всех сфер общественной жизни сегодня мы вправе сказать что реформы в Кыргызстане приняли необратимый характер мы все-таки начали движение к рынку пусть медленно и противоречиво но движемся появилось многообразие форм собственности набирая темпы приватизации и разгосударствования сдвинулась с мертвой точки земельная реформа но как и во многих постсоциалистических странах они натолкнулись на огромные трудности в основном на внутренние консервативные сопротивления как со стороны законодательной так и исполнительной структур власти введение национальной валюты в Кыргызстане было воспринято бизнесменами предпринимателями и большинством населения с чувством настороженности и даже вызвало волну упреков в адрес президента Акаева он и в дальнейшем не раз столкнется с резкой критикой вызванной подчас прежде всего неприятием неординарности его решений его способность предвидеть будущую ситуацию забегает подчас настолько вперед что в своей массе общество не поспевает за ним поэтому запаздывает и понимание и каждый раз время показывает правоту президента а пока ему под шквалом критики приходится доказывать доказывать необходимость каждого своего шага но на то видно и есть демократия неизбежное продолжение ее достоинств процессы становления молодой демократии в республике принимают подчас весьма причудливые формы сугубо экономические вопросы неожиданно принимают политическую окраску такое политическое шоу например задержало разработку золота и следовательно продвижение инвестиций на долгое время под видом борьбы за лучший проект разработки золота за сохранение экологии разгорелась борьба за кресло премьер-министра и других ключевых постов здесь президент в очередной раз нашел верное решение он предложил бурлящему раздираемому противоречиями парламенту выбрать премьера проведением мягкого рейтинга предлагаемых кандидатур по результатам рейтинга на этот пост пришел один из наиболее популярных в народе руководителей опытный хозяйственник прекрасно знающий промышленность природный экономический потенциал республики опас джимагулов который самоотверженно впрягся рядом с первым президентом тянуть народный ввоз в столь сложное время и остается только добавить что золоторудная промышленность одно из приоритетных направлений в реконструкции экономики Кыргызстана развивается успешно а горнорудный комбинат Султон Сары уже в прошлом году дал бюджет республики 127 миллионов сомов и все же неподобные факты главный итог реформ проводимых под руководством президента республики самое существенное заключается в том что за минувшие пять лет Кыргызстан пережил эпохальный процесс разложения тоталитарной системы и одновременного построения основ демократического общества с рыночной экономикой вместе с тем надо отдавать себе отчет в том что построение подлинно демократического общества процесс длительный требующий не только желания но и умения готовности осуществить экономические и политические преобразования на пути которые мы избрали и которые должны пройти сообща черпая силы в единстве всех живущих в республике людей независимо от их национальности вероисповедания и политических устремлений вот почему большим событием в политической жизни Кыргызстана 1995 года явились выборы депутатов в новый двухпалатный Джогурку-Кенеш выступая на его первом заседании президент республики Аскар Акаев поздравив депутатов с их избранием подчеркнул что сегодня новый Джогурку-Кенеш должен окончательно и однозначно ответить на жизненно важный для общества вопрос установится ли в Кыргызстане основанные на законе подлинная демократия или же под личиной демократии воцарится беспредел вседозволенности и анархии со всей ответственностью перед народом который является и судьей и мерой всех свершений депутатам нового Джогурку-Кенеша предстоит создать законодательную основу нашего будущего во многом от работы депутатов зависит каким оно будет это будущее нашего государства и предстоящие задачи которые должны решить новый Джогурку-Кенеш во многом отличные от прежних 28 августа в столице Кыргызстана состоялась встреча глав тюркоязычных государств это символично потому что эта встреча проходит в дни празднования тысячелетия эпоса Монас становится понятным и неприходящим смысл самого празднования проведенного с небывалым размахом значимостью хотя казалось бы у молодого государства есть более насущные проблемы глубоко символично что подходя к новому веку наши страны восстанавливая утраченные в прошлом нити исторической общности обнаруживает единство и близость целей видение направлений движения в грядущее сказал президент Акаев в своем выступлении знаменательно что и международное сообщество проявило полное понимание сути важности для республики этого празднества да и не только для республики не случайно же организация объединенных наций ЮНЕСКО своими решениями объявили год 1995 годом тысячелетия кыргызского эпоса Монас чья философия чьи идеи и нравственные постулаты столь близки принципам заложенным в основу этих самых авторитетных организаций мирового сообщества президент Аскар Акаев упорно добивался этого события и оно произошло его участниками стали главы самых разных стран всех тюркоязычных государств генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор сияющий образ объединителя и освободителя родной земли воплощение лучших качеств кыргызского народа таких как достоинство честь великодушие щедрость открытость всему миру благородство и верность долгу витал в эти дни над землей Лотоу призывая быть достойными своих предков празднество достойно явило миру не только величайшее эпическое творение его гуманистический пафос его философию но и кыргызский народ как таковой его президента двуединство которых на крутом витке новейшей истории дает прекрасный шанс и оглянуться в прошлое и увидеть свет надежды в будущем он